всем привет меня зовут артем и вы на канале коптим вместе сегодня я хочу с вами поделиться одним простым но безумно вкусным рецептом приготовления скумбрии холодным способом холодным копчением а фишки сегодняшнего ролика будет именно то как я ее буду чистить потрошить это будет очень интересно и так не будем терять времени и приступаем к приготовлению но перед началом я вас попрошу подписаться на наш канал в яндекс дзен на наш телеграм на группу вконтакте потому что ну не ровен час youtube могут заблокировать поэтому чтобы мы друг друга не потеряли подписывайтесь ссылочки будут все внизу первым делом мы с вами приготовим тузлук рассол для нашей рыбки и что же нам для этого понадобится все самые простые ингредиенты соль сахар черный перец душистый черный перец горошком гвоздика и лавровый лист сейчас я налью в кастрюльку воды вот такая вот у меня кастрюленция вот налью я 8 литров именно столько мне понадобится чтобы залить всю рыбу чтобы она просолилась и здесь у меня на столе буквально пять рыбок именно на их примере я покажу как я разделываю вот но у меня еще имеется энное количество рыбек которые также я буду коптить не будем терять времени и давайте приступать приготовлению нашего рассола кастрюля на плитке и пришло время засыпать все ингредиенты подробный рецепт на 1 литр тузлука я распишу в конце ролика и так засыпаем все наши ингредиенты пока у нас кипит рассол тузлук мы займемся разделкой рыбы кстати сейчас вам расскажу буквально в двух словах как приготовить этот тузлук нам необходимо засыпать все ингредиенты довести воду до кипения дать покипеть 10 минут затем выключить и остудить наш рассол до комнатной температуры то есть ну чтобы температура не превышала 25 градусов в противном случае если вы температуру завысите рассола то рыба у вас просто сварится белок свернется она уже не будет у вас холодного копчения будет уже полувареная все начинаем потрошить нашу рыбину данный способ хорош тем что не нужно разрезать брюхо тем самым сохранив эстетику нашей рыбы отрезаем голову но делаем надрез не до конца и вот таким образом вытягиваем внутренности пусть и не смотрится самым красивым образом но так надо итак распотрошил я 5 рыбин удалив внутренности как вы все это видели прекрасно теперь вот как раз я вам покажу что за фишка фишка это зубная щетка обычная простая щетка для чего она нам нужна для того чтобы удалить все черные пленки и черная вот это вот какую-то субстанцию до которой у нас идет по хребту рыбы я немножечко смачиваю щетку в воде и вот такими движениями просто как говорится чистим тщательно видите какая щетка становится черная как вы видите в этом процессе абсолютно ничего сложного нет и самое главное то что остается презентабельный внешний вид то есть самое главное то что брюхо мы с вами не вспарывали то что с рыбы вытекает естественно это нормальное явление мы потом еще обязательно нашу рыбку промоем так дорогие друзья тузлук наш сварился полностью остыл за это время я почистил оставшуюся рыбу и теперь нам следует уложить ее в наш контейнер в нашу гастроемкость так этот контейнер полон и теперь мы заливаем его нашим рассолом перед тем как заливать друзья мои сейчас я его размешаю еще разочек чтобы соль сахар все специи полностью распределились рассол перемешали и теперь заливаем самое главное друзья мои чтобы наш тузлук полностью покрывал рыбу тогда она просолится полноценно и равномерно и у меня к вам огромная просьба не пишите мне в комментариях сколько нужно рассол на 1 килограмм рыбы не надо писать еще раз вам повторяю самое главное чтобы он полностью покрывал рыб вы можете на 1 килограмм сварить и 100 литров и залить и она просолится именно так же если у вас рыба будет всплывать вы можете положить какой-то гнет ну к примеру небольшую тарелочку один контейнер наполнили закрываем его и отставляем пока в сторонку второй контейнер наполнили все готово и теперь убираем рыбку нашу на трое суток на просол убираем естественно в холодильник и через трое суток включимся я вам покажу что будем делать дальше прошло у нас трое суток и это означает то что наша рыбка полностью просолилась вот такая вот здесь красота и теперь пришло время ее промыть одеть на крючки и вывесить сушильную галочную камеру иными словами подготовить ее к копчению рыбка наша подсушилась подвергалась я уже ее предварительно развесил в нашу новую коптильню от компании хобби смог кстати коптильной друзья мои я вообще очень доволен я просто в восторге я коптил на ней разновидности много разновидностей колбас мясо просто не все еще показывал вам все вы естественно увидите чуть позже вот но сегодня я решил закоптить именно рыбу рыбу скумбрию холодным способом и я уверен что это коптильня обязательно справиться своими функциями и обязанностями и так включаем и начинаем процесс копчения коптить нашу рыбу мы будем с вами в диапазоне температура 24 до 26 градусов это как раз и будет режим холодного копчения сразу загудел вентилятор конвекции который очень помогает разгонять все тепло по всей коптильной камере я предварительно выставил уже температуру в 26 градусов теперь включаю компрессор включаю охладитель так сказать электроники мозгов данной термокамеры засыпаем щепу в дымогенератор коптить мы сегодня с вами будем рыбу на ольховый щепе подаем дым в камеру и начинаем процесс копчения по времени я вас не смогу сейчас сориентировать поскольку буду коптить до желаемого цвета сколько это займет скажу уже по факту наконец-таки рыбка наша готова посмотрите какая красота получилась аромат на всю студию но и теперь уже не терпится и и попробовать как следует с кем я буду пробовать с вованом конечно буду пробовать вован заходи и давай отведаем сегодня вкуснейшую рыбину всем привет но так как сегодня выходной нам можно ответовать мы сегодня наконец-то будем не на сухую постарался готовится все правильно все начнем так отлично свойская очки ты посмотри как срез срез какой-то посмотри я могу сказать структурно как будто замороженная как разрез увидишь рыба плотная посмотрите просто вообще вот она даже нет не разваливается абсолютно не разваливается ухты были классный аромат вообще потрясающий тост за удачный рецепт сто процентов будет удачно и за вас друзья до чтобы был мир во всем мире правильно да в общем поехали первое вообще можно не закусы ладно кусочек хлебушка вообще замечательно по соли великолепно рыбка прокоптилась замечательно просто шикарная ароматика потрясающая да рыба плотная вообще просто вкус волшебный вот эту рыбу я приготовил с помощью своей новой помощницы коптильни от компании хобби смог за это надо вы однозначно коптилась кстати рыба по времени у 10 часов коптильня отлично справилась цвет лег потрясающий прям вот золотистый колер она не темная она прям вот золотистенькая красивая что касаемо данной коптильни друзья мои она выполняет полностью все свои функции как вы видите можно готовить как горячим копчением как вот вы можете посмотреть там предыдущем ролике так и холодным копчением есть абсолютно разное оборудование у этих ребят у них есть ибо большие коптильни как у меня и поменьше и дымогенераторы и разные сопутствующие товары и щипа и многое другое ссылочку на ребят я оставлю прям под этим роликом заходите смотрите и не забывайте что если вы назовете кодовое слово коптим вместе вас ждет приятный бонус от хобби смог в общем вот такие вот дела ребят ну рыба классная получилось ну просто я бы сказал шикарно ты чё расскажешь расскажешь будем все губы жирные значит все понравилось очень вкусная рыба да я рассказал что вот в этой коптильне она как-то вот ну более вот эта структурность выраженная но видишь оборудование более профессиональное я бы сказал даже совсем профессионально поэтому здесь наверное и результат совершенно другой как мясо он волокнами можно сказать понятного волокнами как мясо ванте давай ваш здоровье взаимно а мы продолжаем да мы только начинаем рыба вкусно сейчас еще домой кусочек войны с картошечкой смятой вечерком на ужин если же вам понравилось видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх вот да а также забегайте на наш канал который у нас есть на яндекс дзене потому что youtube могут отключить поэтому поддержите нас там и чтобы просто как минимум не потеряться на еще в телеграмм телеграмм группа вконтакте у нас есть кстати в группе вконтакте и в телеграме вы можете сделать заказы на всю копченую продукцию на консервацию на колбасы и так далее пишите звоните давайте дружить и как будем дружить вов вкусно наконец-то выучил 60 роликов отняли теперь он запомнил что вкусно и прям что что пошло давай давайте друзья мы всех благ до новых вкусных встреч пока и